Здравствуйте! В эфире программа «Зелёная экономика». Система управления водными ресурсами в этой стране появилась ещё 800 лет назад. И этот опыт был признан уникальным по всему миру. Государство, которое в век войн и сражений отвоёвывало земли не только у своих врагов, но и у морей и рек. Это королевство Нидерландов. Защищаясь от вод, жители приспособились максимально управлять этим природным ресурсом. А позже даже создали собственную модель управления водным хозяйством. Основная её идея заключается в защите населения от наводнений, управлении качеством и количеством водных ресурсов, а также очистке городских источных вод. Кстати, последний для нидерландцев выражается не просто фильтрацией, но и служит источником энергии и ценных минералов. Сегодня мы посвящаем выпуск тому, как жители королевства научились делать деньги из канализационных отходов. СТРАНА НИЗМЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ Тут и название говорит само за себя – Нидерланд. Географически, располагаясь ниже уровня моря, 60% территории страны всё время остаётся под угрозой наводнения. Поэтому соблюдать водный баланс крайне важно для всех жителей. Это воды рек и каналов, морских прибрежных земель и сбрасываемых сточных вод. Систематизировав всё это хозяйство, нидерландцы вышли на новый уровень получения необходимой энергии и попутных материалов из воды. К примеру, в качестве питьевой здесь используют не только грунтовые воды, но и источные, разумеется, после очищения. Кроме того, при этом извлекаются ещё и попутные материалы, такие как песок, глина, гравий, из которых получают оксиданты, биогенные материалы и кальций-карбонат. Отмечу, что последние страна раньше закупала за границей. Десять компаний по производству питьевой воды создали специальный союз. Те отходы, которые раньше просто сбрасывались при очистке воды, стали сейчас для нас товаром. Теперь мы это называем концепцией восстановления ресурсов источных вод. Чистка воды очень затратный процесс, но прибыль с продаж от попутных материалов покрывает 90% наших расходов. Мы извлекаем из воды 200 тысяч тонн продуктов ежегодно. В прошлом году доход составил 1 миллион 200 тысяч евро. Польза может быть не только финансовой, но и энергетической. На этом сточном заводе города Денбош, к примеру, получаемый после очистки воды биогаз, используют для выработки тепловой энергии, а также продают как топливо для мусоровозов. Этот газ может использоваться как на производстве, так и в домохозяйствах. Мы инвестировали в проект 17 миллионов евро. Инвестиции окупаются за 5-6 лет. В 2017 году закончится модернизация сточного завода. Тогда уже весь биогаз будет транспортировать. Но прежде само сырье, то есть ароматные смывы горожан, проходят многоступенчатую очистку. Сначала удаляются жиры, потом должны осесть крупные и мелкие фракции. На следующей стадии в более или менее очищенную воду добавляются специальные бактерии. Питаясь оставшейся грязью, они выделяют газы. В целом вода по сточному заводу путешествует 2 дня и к концу цикла 95% загрязнения удается очистить. И это, заметьте, без единого фильтра. В Денборше 150 тысяч жителей. Переработка 1 кубометра сточной воды обходится в среднем в 4 евро. На наш завод поступает около 13 миллионов литров воды в час. Качество сбрасываемой воды в реку проверяется еженедельно. А вот очистные сточные воды с Амстердамского завода сбрасываются прямо в Северное море. Здесь перерабатывается около 200 тысяч кубометров канализационных стоков. Это отходы жизнедеятельности около миллиона жителей. Кстати, здесь также добывают биогаз, но не только. В прошлом году инженеры заметили, что трубы, по которым сбрасывался остаточный ил, часто засоряются песком. Подробное исследование показало, что это не просто песок, а кристаллы. В их составе были магнезий, аммониум и фосфаты. В год из этих остатков можно добывать до 1000 тонн кристаллов, из них только 13% фосфаты. Специалисты утверждают, что такое количество концентрированного удобрения достаточно для земель, площади которых могут достигать 10 тысяч футбольных полей. Добывание фосфата имело и экономический смысл. Трубы раньше сильно засорялись. После того, как мы начали извлекать фосфаты, затраты на техобслуживание сократились. Это способствовало экономии почти в полмиллиона евро. Тем самым мы очень быстро возвращаем затраченные средства на модернизацию. Мы также производим то, что нам позволяет сохранить природные ресурсы. Думать и действовать по-новому здесь привыкли все. Если в стране больше 350 источных заводов, большинство из них уже начали переходить на инновационные технологии. Устойчивый метод повторного использования воды с целью получения ценных питательных веществ и производства энергии пришел совсем по вкусу. Ганс Ди Юнг рассказывает, как в новом цехе будет фильтроваться первичный и вторичный ил из отходов. На это оборудование было потрачено 9 миллионов евро. Высокий нидерландец знает, что нужно стремиться к высоким показателям и вкладывать в отрасль больше финансов. Нам нужны большие инвестиции. Сейчас мы производим 2,5 миллиона кубометров газа. Новые установки должны помочь нам увеличить этот объем в два раза. Мы сможем снабжать газом потребителей. После того, как потраченные средства окупятся, стоимость газа непременно должна снизиться. Произойдет это примерно через 6-7 лет. Очистка сточных вод не только новыми технологиями, но и с помощью сил природы. Такой пилотный проект сейчас внедряют специалисты Фрисланда. 8 лет назад один из сотрудников, Тлео Классен, предложил использовать естественные природные решения. То есть вода после технической чистки отстаивается в прудах. Позже сливалась в водоемы, где искусственно были выращены камыши. Этот метод подтвердил, что окружающая среда сама может восстановить естественный биобаланс. Процесс очистки технической воды естественным образом мы назвали гармоникой воды. Этим способом также могут удаляться токсические вещества. Мы получили хорошие результаты. Уже на конечном этапе вода на 90% очищается от азота. За все эти услуги народ платит налоги. Причем отдельно за питьевую воду, за загрязнение воды и за содержание канализационной инфраструктуры. Итого в среднем один нидерландец оплачивает 675 евро в год, а это около 150 тысяч тенге. В прошлом году таких налогов было собрано 1,2 млрд евро. Отметим, что все эти деньги расходуются только на содержание водного хозяйства страны. За загрязнение воды огромные налоги платит и промышленный сектор. Поэтому многим компаниям выгоднее иметь собственные очистные сооружения. 60 евро платят промышленники за единицу загрязнения. Сейчас многие заводы строят собственные очистные сооружения. Отметим, что его строительство субсидируется государством. Фактически они частично освобождаются от уплаты налогов, а сэкономленная сумма и считается субсидией. Еще одна из основных отраслей королевской экономики – целлюлозно-бумажная промышленность. Если учесть, что вся бумажная продукция поступает на переработку, то сфера эта очень перспективная. Завод в Еербик обрабатывает сточные воды трех бумажных комбинатов. В резервуары сюда стекается 4 миллиона кубометров отходов в год. Ил здесь специфический, потому и добываемые продукты из отходов тоже разные. Этот завод одним из первых в мире начал извлекать из отходов серу. Каждый сточный завод зарабатывает на попутных материалах, извлекаемых из отходов. К примеру, затраты нашего завода всего 2 миллиона евро. Без этих установок сумма могла бы быть в 10 раз больше. Все субсидии, которые мы получаем от государства, направляются на устойчивое развитие. Своим опытом в зеленом развитии за чашкой кофе с журналистами охотно делятся и руководители сахарного завода. Запрет на сбрасывание подслащенной воды в реки также сподвиг их на использование субсидий. Дело в том, что сахар влияет на недостаток кислорода в воде, и это негативно отражается на рыбах. Казалось бы, что можно получить из воды, в которой вымыли свеклу? Как оказалось, биогаз, фосфаты, энергию, биопластик. А из выпаренной воды можно изготовить специальную жидкость для применения в теплицах, говорят специалисты. В воде, в которой промыли свеклу, уже есть достаточное количество питательных веществ. Ее можно использовать для полива. Забота об окружающей среде начала приносить нам пользу и прибыль. Мы не можем рисковать нашей продовольственной безопасностью, особенно тогда, когда проблемы изменения климата подступают так близко. Вода в Нидерландах везде. Даже влажность воздуха иногда зашкаливает за 90%. В век зеленой экономики голландцы научились не просто управлять ею, но и восстанавливать из нее необходимые для жизнедеятельности ресурсы. Основной принцип здесь – это замкнутый круг. Все, что потребляет человек, берется у природы и возвращается к ней. Безотходное производство с выгодой для окружающей среды и человечества – это то, во что верят и что умеют воплощать в реальность жители Королевства Нидерландов. И это та задача, которая сегодня стоит и перед казахстанцами. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас в эфире, читайте в Твиттере и комментируйте наше видео на официальном сайте телеканала 24KZ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова